Ильям Ниссон действительно так сказал в разговоре с журналистом о своей новой роли в фильме «Снегоуборщик». В этой картине Ниссон играет отца, сына которого убивают наркоторговцы, после чего его герой начинает мстить и убивать. Продолжая тему разговора, актер вспомнил, как сам однажды отреагировал на новость об изнасиловании. Узнав о том, что нападавший был афроамериканцем, у Лисона появилось желание убить. «Я бродил с дубинкой по разным районам в надежде, что из паба выйдет какой-нибудь черный подонок и спровоцирует меня. Тогда бы я мог его убить». И хотя Ниссон добавил, что ему стыдно за это, такие слова все равно вызвали шок у общественности. В интернете актер сразу назвали расистом, а количество гневных сообщений в его адрес только растет. Но вот представители Нисона пока молчат и никак не комментируют скандал. Аджелина Джоли, несмотря на сложный бракоразводный процесс, не забывает и про благотворительную деятельность. Актриса в качестве посла доброй воли ООН по делам беженцев приехала с официальным визитом в Бангладеш. Там она посетила крупнейший в мире лагерь беженцев, где проживает более 700 тысяч мусульман Рахинджа, бежавших из Мьянмы из-за военных действий в августе 2017 года. Во время визита актрисы стало известно, что ООН собирается призвать к сбору средств на оказание помощи беженцам. Организация говорит о том, что требуется порядка одного миллиарда долларов. Сама же Джоли выступила с речью прямо на территории лагеря. Я признательна и горда быть вместе с вами сегодня. У вас есть все права жить в безопасности и в свободе, придерживаться вашей религии и сосуществовать с людьми другой веры и происхождения. У вас есть все права на свою страну. То, как с вами обращались, позорно для нас. Джоли собирается провести в Бангладеш еще несколько дней, чтобы встретиться с премьер-министром Шейх Хасиной и другими высокопоставленными должностными лицами в Даке. До Оскара осталось меньше трех неделей. По традиции, именно в это время в отеле Беверли-Хиллз прошел торжественный обед в честь номинантов на премию. На последнее официальное мероприятие перед церемонией вручения главной кинопремии Голливуда собрались больше 150 гостей. Актеры, режиссеры, гримеры, продюсеры, звукорежиссеры и другие деятели киноиндустрии. Мы часто разделяемся на группы, поэтому у нас не всегда есть возможность пообщаться с людьми, которые остаются за кадром. Вы можете встретиться с актерами, но шанс посидеть с кинематографистами, звукорежиссерами и художниками по костюмам выпадает редко. Этот обед – возможность для нас собраться и отметить то, что мы все делаем, что мы все любим – кино. Кульминацией мероприятия стало совместное фото всех номинантов. Но а кто из них окажется победителем, станет известно 24 февраля. Представители киноакадемии, кстати, только сейчас официально подтвердили информацию о том, что 91-я церемония пройдет без ведущего. Все номинации будут объявлять сами звезды. Так уже стало известно, что среди приглашенных Дженнифер Лопес, Дэниел Крейг, Вупи Голберг, Шарлиз Терон и многие другие. Полный список должен появиться на следующей неделе. Продолжение следует...